всем здравствуйте приветствую всех на канале дачные советы сегодня у нас 3 августа идет дождик и я вот хочу показать как уже распустилась практически полностью ну не полностью половина эустомы распустилась и как это сейчас выглядит и за одним отвечу на некоторые вопросы по эустоме у меня поступил вопрос что бутончики обвисли я так понимаю и листики обвисли ну конечно нужно сразу в таком случае вносить глиокладин вот и я сразу на одно растение вношу по две таблетки глиокладина то есть как я это делаю я отступаю от стволика один сантиметр и можно сделать проколок какой-то палочкой на глубину еще один сантиметр от ствола и в общем-то погрузить вот эти таблетки с двух сторон допустим да и после этого два-три дня не поливать вот видите такие вот букетики и по поводу того что если срезать букетик на срезку вернее если срезать эустому зацветет ли она еще но все зависит от того в каких климатических условиях выращивается эустомы конечно если еще довольно долго допустим хотя бы полтора месяца будет тепло и солнечно она конечно еще выдаст бутоны из пазух а так вот я свою показываю так вот это бархатцы которые я показывала подкармливала и вот так вот они сейчас выглядят но сейчас прошел дождь и тут конечно еще много не раскрывшихся бутонов так и вот дальнюю эустомку я хочу вам показать то уже практически вся распустилась практически вся видите вот я очень люблю и устому вообще красавица так и еще хотела показать вот тунбергия у меня видите говорила я что у меня не растут не растут у меня лианы но вот в этом году мое удивление вот такая красивая тунбергия у меня выросла и поэтому в следующем году я наверное ну во первых я ее в этом году поздно посадила где-то уже в двадцатых числах июня только так как было все холодно я боялась что она замерзнет вот видите какая она ну в следующем году я ее наверное в зависимости конечно от погодных условий если будет тепло я ее посажу пораньше и вот она у меня на агате взращивается также хотела показать наконец-то у нас начинают распускаться лилии представляете уже август месяц а у нас только что это вот еще у меня первая только лилия распустилась остальные лилии еще не распустились вот тут вот еще красная лилия то ли розовая то ли красная не могу не помню в прошлом году потому что они у нас не цвели я забыла уже какие-то вели вот вот она еще не расцвела и вот хочу показать посмотрите какая цене это вот королева шантеклера цене ну вот в общем то вот так вот эустомки уже распускаются получше и сейчас я еще вам в одном месте покажу эустома которая абрикосовая она прям вообще конечно красавица вот это тоже красиво мне нравится цвет такой яркий сейчас я покажу вам вот еще эустома но эти эустома у меня под деревом посажены и они конечно еще плохо распускаются бутоны видно что есть но они еще плохо распускаются но это вот как раз абрикосовая не совсем конечно она абрикосовая такая нежно-розового цвета но все равно красавица тут они конечно под деревьями похуже цветут ну и собственно говоря они у меня тут в шинах я вообще в следующем году хочу выращивать эустомы в строительных ведрах очень хорошая вещь сейчас я вам покажу ее смотрите вот такое вот строительное ведро называется мы его покрасили зеленой краской здесь у меня бархатцы бархатцы забыла какой сорт антигуа антигуа низкорослые но я их в общем то и садила на рассаду они еще не цветут я их потому что садила на рассаду уже в июне месяце так как они у меня замерзли все первая первая посадка рассады и они вот видите такие красивые они очень пушистые тут всего четыре растения но даже и четыре зря я сюда посадила у них даже немножко листики отличаются от обычных бархатцев и вот такое вот ведро оно довольно таки толстая такое плотная мы его покрасили вот здесь вот по моему 30 или 50 литров есть они еще по 100 литров и по 200 литров и вот я в следующем году хочу эустомы выращивать все таки вот в таких вот ведрах посадить сюда штучки по 4 эустомы и будет вообще шикарно смотреться я думаю на этом я ролик заканчиваю всем до новых встреч пока пока пока